Виртуальный мир Однако, стоит помнить, что все это лишь иллюзия Иначе, последствия такой доверчивости могут быть страшнее любых ночных кошмаров Человек, веривший свой разум виртуальному измерению, рискует пошатнуться рассудком Для неподготовленного ума виртуальный мир – настоящее преисподнее Устоять в таком адском водовороте цифровых ужасов могут только самые стойкие Мы представляем вам самые мрачные проявления компьютерной вселенной Мы расскажем обо всем самым враждебным человеку, что встречается по ту сторону экрана В эфире страшно интересная десятка самых масштабных битв виртуального мира В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно Сегодня вы узнаете, что такое виртуальная война Поверьте, она ничуть не безобиднее войны реальной Мы представим вашему вниманию 10 эпических и ужасающих по своей масштабности битв компьютерного мира В них иногда добро побеждает зло, иногда наоборот Но все эти битвы необычайно кровопролитны Месть повелительницы смерти Хелл за ее изгнание из мира богов была страшной Чтобы наказать обидчиков, Хелл решила разбудить античного бога в обличии волка по имени Фенрир Он навсегда должен был положить конец существованию Асгарда Отступница собрала громадную армию из воскрешенных, самых свирепых, жестоких и беспощадных в прошлой жизни викингов Армада смерти двинулась в свой крестовый поход против смертных, чтобы завоевать их мир Мидгард И тем самым разбудить спящего Фенрира Над людьми нависла угроза полного истребления Еще вчера зеленый и цветущий континент превратился в гниющую и бесплодную пустыню Огонь охватил деревни и города Люди как могли сражались с армией живых мертвецов Но монстроподобные твари, ведомые своей безжалостной госпожой Расправлялись с ними, как с беспомощными младенцами Мир живых был обречен, но на помощь людям пришла богиня любви и войны Фрея Выбрав бесстрашного воина Скарина, она наделила его магической силой и направила на борьбу с нечистью Хелл и ее армия были повержены солдатами, ведомыми Скарина Но это не спасло мир богов Человечеству, оставшемуся без небесных покровителей Предстояло теперь самим решать свою дальнейшую судьбу Победа над силами зла в Battle for Asgard Открывает сегодняшнюю десятку кровопролитных компьютерных побоищ Средние века всегда считались временами темными и жестокими И действительно, похоже, человечество тогда находило отличное развлечение в войнах С другими королевствами, республиками, княжествами и султанатами Поле брани становилось центром активной жизни тех лет Независимо от мотивов военных расприй Будь то стремление захватить новые земли Или фанатичные религиозные убеждения правителей Основным стимулом всегда оставалась радость битвы Если проследить за всеми военными маневрами той поры Можно составить исчерпывающую картину человеческих изуверств Здесь пехота сминалась тяжелой конницей Рой стрел взмывал воздух и закрывал с собой солнце Чтобы пригвоздить к земле сотни бойцов А клинки и мечи резали живую плоть Обильно орошая кровью вытоптанную траву На тех полигонах до блеска оттачивалось военное мастерство полководцев Ставились их тратегия и тактика Люди с дикими воплями Тысячами калечились и гибли в этих чудовищных столкновениях Однако, возможно, в этом и заключался смысл их жизни Славно умереть за правое дело Или за своего властелина Массовые бои из глубины средних веков Из Medieval 2 Total War Становятся девятыми в нашем списке Небо над степью залилось алом, зловещим светом Даже тот, кто никогда не верил в символы и приметы Почувствовал бы неладное Здесь, в этом кажущемся спокойном месте Должно было произойти что-то ужасное Роковое Готовое перевернуть мир Земля задрожала Нет, это не землетрясение Почва содрогнулась от тысяч ног Несущихся в боевом марше Боевая армия воинственных и вооруженных до зубов орков Совершала свой великий поход на Азерот Топоры, молоты, мечи, рогатые шлемы Отражали лучи багрового солнца Дикие крики наполнили раскинувшуюся на много миль степь Стай птиц, будто чувствуя приближающийся ад Спешно покидали раскаленное небо И ад спустился на землю Многотысячная армия людей Жаждущая отправить на небеса Полчища зеленокожих чудовищ С боевыми криками и оружием наголо Бросилась навстречу оркскому стаду И завязалась кровавая битва Стрелы, пронзающие тела Кровь на клинках Взмывающие воздух комьи земли Удары молотов Истошные вопли Бой оркских барабанов И за всем этим безумием Наблюдал старый пророк Зная, что битва эта Всего лишь предзнаменование Ужасных событий Последующих за скорым вторжением Пылающего легиона Битва орков и людей Из Warcraft 3 На восьмой позиции Мы дадим пару минут Чтобы вы оправились от первого шока Это страшно интересная десятка Самых масштабных баталий По ту сторону экрана Оставайтесь с нами Мы продолжаем знакомить вас С самыми удручающими проявлениями цифрового мира Виртуальные битвы О которых пойдет речь сейчас Несправедливы Вероломны Жестоки И в них нет места жалости И сострадания Давным-давно В очень-очень далекой галактике Бушевали звездные войны Тираническая империя ситхов Во главе со ступившим На темную сторону силы императором Распространяла щупальца Своего влияния Все дальше в космос Однако, к счастью Этим силам нашлось достойное сопротивление В лице повстанцев Под предводительством Благородных рыцарей-джедаев Их войска Были ничуть не менее многочисленны А отчаянная вера В правое дело Освобождение из-под гнета империи Была главным двигателем На пути к своей цели Их не страшили даже Самые смертельные битвы Которые разворачивались Космические глубины А ведь любая схватка В черной пустоте космоса Крайне опасное дело В отведенное пространство Слетались сотни кораблей С обеих противоборствующих сторон Имперский флот Обрушивал на повстанцев Настоящую плазменную лавину Истребители захватчиков На гиперскоростях Разрезали темное пространство Буквально повсюду И открывали такой шквальный огонь Что казалось Они обладают поистине Сверхъестественным количеством боеприпасов Выжить в этом аду Звездных баталий Было нечеловечески сложно Однако войска освободителей Оставались верны своим идеалам свободы И всегда были готовы Сорваться в бой Вновь и вновь Несовместимые с жизнью сражения В открытом космосе Из Star Wars Empire at War Находятся на седьмом месте В 2012 году Жизнь Земли была нарушена Раз и навсегда Инопланетная раса Именуемая Иерархией Высадилась на планете Для тотального исчерпания Земных ресурсов Началась битва за Землю Победа в которой Должна была достаться Инопланетной расе Используя огромные ходячие машины Захватчики начали сеять Хаос и разрушение По всей территории Земли Гигантские механизмы Словно обезумевшие великаны Крушили все на своем пути Оставляя после себя Безжизненное пепелище Однако В тот момент Когда в борьбе за уничтожение людей Должна была быть поставлена Жирная точка На планету Словно архангелы Спустились воины Новус Раса разумных машин Они обрушили на силы Иерархии Свою боевую мощь Разрушительные лазерные лучи Мощнейшие энергетические импульсы Плазменный заряд Все это легко справлялось С защитой иерархической техники Битва за Землю В Universe at War Забралась на шестую строчку Нашего хит-парада Самых кровавых противостояний Виртуальной вселенной Это была Великая битва Многомиллионная армия Волшебной республики Ура И такая же многочисленная Группировка государства Хэнд Столкнулись в смертельной схватке На горе Болт Хэндские воины Плотной стеной Растянувшиеся на несколько километров Двигались в направлении столицы Ура Первый эшелон защитников Буквально разбился О щиты наступающей армады Растоптавшей несчастных Когда прибыли основные силы Началась настоящая бойня Сталь разбивалась о сталь Мечи невообразимых размеров Встречались с доспехами воинов Перерубая их напополам Причудливые машины Своими ножами Будто позаимствованными У гигантских мясорубок Превращали толпы солдат В фарш из мяса и металла Тонны крови Орошали землю Из последних сил терпящих Разразившийся на ней Рагнарог Но ни одной из сторон Не суждено было стать Победителем Этого кровавого боя В самый разгар сражения Небо накрыло черная тень Из развергшихся небес Прямо на головы воинам Упал гигантский метеорит И погреб под собой Обе армии Бог, решивший прекратить Творящееся на земле безумие И утихомирить враждующие стороны Таким кровавым способом Своей рукой Указал битве из Лост-Одисей На пятое место Параллельная реальность Планеты Земля Писала свою Альтернативную историю В 20 веке В мире не было Второй мировой войны Других событий Из нашей реальности Но угроза существования Человечества Пришла из другого места После падения Тунгусского метеорита На Землю с востока Началось вторжение Непобедимых гуманоидов Так называемых химер Которые практически Беспрепятственно Продвигались все дальше На запад И покоряли страны Одно за другой Инопланетяне Несли с собой Опасный вирус Поражающий людей И превращающий их В омерзительных мутантов Когда эта ужасная волна Достигла Америки То континенту В его первозданном виде Оставалось существовать 19 часов Последней надеждой планеты В этом глобальном хаосе Стала специальная группа солдат Названная Часовым Бойцы этого отряда Были невосприимчивы К вирусу химер Пользуясь своим Природным преимуществом Часовые несли Безжалостное возмездие За весь человеческий рот Однако времени на спасение Оставалось все меньше и меньше Борьба целого континента За свое существование Из Резистанс 2 Сегодня занимает Четвертую строчку Нашего рейтинга После рекламы Мы откроем вам тройку Самых массовых убийств По ту сторону экрана Не переключайтесь Война может разгореться Из-за чего угодно Прямо сейчас Мы расскажем О трех эпических сражениях Которым по своей массовости И масштабности Удалось оставить Далеко позади Всех конкурентов Амбициозный правитель Король Бохан Жаждал власти Над всем миром И для этого Ему оставалось Сделать один шаг Заполучить Магический артефакт Божественный меч Бесчисленная армия Ведомая тираном Вторглась в земли Правителя Шена И осадила город Где хранился волшебный меч Жители были готовы К защите Но что они могли поделать С таким количеством врагов Сотни тысяч Дьявольских созданий Под своими знаменами Словно рой саранчи Окружили столицу Ближайшие подчиненные Бохана Его уродливые прислужники Бесформенные и неповоротливые И неповоротливые горы мышц Двигались напролом Битва была настолько жаркой Что земля под ногами Начала трескаться Дочь Шена Яростная амазонка Нарико С огненно красными волосами Осмелилась принять силу меча Она знала Что дух магического оружия Заберет ее жизнь Но все-таки решила Воспользоваться его мощью И изменила исход битвы В пользу горожан Нарико Из Хевенли Суорд Прорубила божественным мечом Путь к третьему месту Хит-парада Самых масштабных сражений Игрового мира То были темные времена Для всего Средиземья Некогда благополучным краям Грозила зловещая участь Навечно погрузиться В кромешную тьму Коварное могущество Всесильного и ужасного Саурона Доползло до земель Гондора Единственного королевства Способного дать отпор силам зла Столица Гондора Город-скала Минос-Тирит Остался последней надеждой Средиземья Командование отрядами Взял на себя маг Гэндаль Отважный воин Арагорн И их верные друзья Из близлежащих королевств Ворождение тьмы Атаковали ворота Минос-Тирита Могучим тараном Под названием Гром На здание внутри города Обрушился настоящий Огненный дождь Из вражеских катапул Можно было бы считать Что участь светлых воинов Предрешена Если бы не неожиданное Для сил соурона Появление флота Пиратских кораблей С армией мертвых на борту Благодаря их мощной поддержке А также осознанию того Что это был последний шанс Переломить ход истории Это неимоверно тяжелая битва Была выиграна Стороной добра Какая же резня Оказалась самой трагичной И кровопролитной Об этом вы узнаете После того Как мы напомним вам Насколько ужасно обстояло дело В предыдущих девяти случаях Открыл наш обратный отсчет Бой людей С оживленными монстрами Из Battle for Asgard На девятом месте Оказалась череда Нескончаемых массовых стычек Средневековья Из Medieval Total War Восьмая позиция Принадлежит немыслимой Яростному противостоянию Орков и людей Из World of Warcraft Седьмую строчку Заняла перманентная битва Повстанцев и Империи В холодных глубинах космоса Из Star Wars Empire at War Шестым стал бой землян Не желающих отдавать свою планету Из Universe at War В середине нашего обратного отсчета Оказалась нелепо окончившаяся битва Из Lost Odyssey Четвертое место Мы присуждаем американскому сопротивлению Инопланетной угрозе Из Resistance 2 На третьей ступеньке пьедестала Оказалось разорение мирного города Войсками свекнувшегося правителя Из Heavenly Sword Вице-чемпионский титул Сегодня отдается тяжелому И легендарному бою Из Властелины колец А теперь во все глаза Узрите нашего сегодняшнего победителя И мотайте себе на ус В 2020 году Стартовал обратный отсчет Существования цивилизации Начался последний в истории человечества Международный военный конфликт Известный под страшным названием Третья мировая война За территорию Европы Развернулось неистовое сражение Безжалостно забирающее колоссальное количество Человеческих жизней Россия Благодаря своей мощной армии Захватила большую часть Европы Армия США Под контролем которой осталась Испания и половина Франции Словно зубами вгрызлась В асфальт Парижа Некогда романтический город любви Стал местом концентрации Человеческой ненависти и жестокости Миллионы вооруженных до зубов солдат И сотни тысяч машин смерти Превратили французскую столицу В настоящее чистилище Этот проклятый богом рай Встречал своих новых хозяев Танки, вертолеты, ракетные установки Артиллерия, бесчисленные толпы солдат Над всем этим адом Возвышалась Эйфелева башня Словно немой свидетель Она молча наблюдала за тем Как человечество стирает с лица земли Этот символ цивилизации И своими руками убивает Самой себя Правдоподобно уничтоженный Париж В том Клэнсис энд Уор Не оставил никаких шансов соперникам Битва между объединенными силами США И бригадами спецназа российской армии За этот европейский город Стала победителем нашего хит-парада Только что вы просмотрели 10 самых ужасающих по своей масштабности Битв виртуального мира Надеемся, это еще раз укрепило вас в мысли о том Что война это очень плохо Даже если она виртуальна Ну а если вы с этим не согласны То предлагаем вам дождаться следующих выпусков Где вы наверняка убедитесь в том Что виртуальный мир создан Чтобы нести разрушение И тогда, скорее всего Вы с нами согласитесь Но прежде вам станет страшно И интересно Субтитры создавал DimaTorzok